Девушки отдыхают Сколько миллионов – это, конечно, не копейки, но если очень постараться, их можно быстро потратить. Предприниматель хорошо пристроил свои деньги, но спасет ли это его от раздела имущества? Дело в том, что девочка проживает в России, и вот русские традиции есть. Я вам делаю замечание, потому что считаю, что то, что вы сейчас говорите, недопустимо. Распалась семья, дочка осталась жить с мамой. И отец не больно-то о ней вспоминал. Стандартная ситуация. Почему спустя три года он украл дочь у матери, и теперь насмерть бьется за то, чтобы ребенок жил с ним? Маша, чель, ну а что, если он тюлень? Пока ему, вы понимаете, вот на даташке, и он так и будет сидеть. Истец, вы уже брак расторгли три года тому назад. Вы забываете все время об этом. Чтобы еще такого взять с мужа, чтобы ему жизнь медом не казалась, думают многие жены при разводе. И обирают супругов до нитки. Но потом все равно кусают локти. Ведь взять-то можно было в два раза больше. Оставайтесь с нами. Истец Марина Авдеева. Живет в Москве. Работает менеджером. Недавно перенесла серьезную операцию. Хочет развестись с мужем и поделить деньги. Ответчик Роман Авдеев. Предприниматель. На развод согласен. Предлагает свой вариант раздела имущества. Дело в том, что мы уже полгода не проживаем вместе с мужем и не ведем совместное хозяйство. Когда мы состояли в браке, я периодически пользовалась его кредитной карточкой и знала также о наличии вкладов в двух банках. То есть я знала, что сумма была около 6 миллионов рублей. Когда начались конфликты, и я узнала, что у мужа есть любовница, вопрос стал о разводе. Я хотела мирным путем урегулировать имущественную проблему и поделить все поровну. Но получила отказ от мужа. После чего, когда муж ушел от меня полгода назад, я попала в больницу. У меня обострилась язва желудка. Пришлось длительное время провести в больнице, сделать операцию. Муж воспользовался этой отсрочкой и начал тратить эти деньги. Он купил дорогой автомобиль за миллион семьсот рублей. Зарегистрировала его на свою мать, пенсионерку, 60 лет. Ее и за рулем трудно представить, она еле двигается. Естественно, он сам на ней разъезжает. Также он купил квартиру и зарегистрировал ее на брата студента. Таким образом, потратив наши деньги. Когда я с помощью адвоката узнала, сколько средств осталось на счету, то получила уведомление, что там всего лишь 10 тысяч. А было сколько, простите? Было сколько? 5 миллионов 920 тысяч. 5 миллионов 920? Да. Я считаю, что эти деньги должны были быть поделены поровну, так как они были накоплены нами совместно. Простите, пожалуйста, но в данной ситуации там причины расторжения брака, я понимаю. Раздел совместно наше имущество. Вы заявляете к разделу денежные средства, которые были к моменту того, как вы попали в больницу, составляли 5 миллионов 920 тысяч. Вы считаете совместно нашими денежными средствами? Простите разделить их поровну. Я правильно понимаю? Да, да. А вот третье исковое требование. Тогда разъясните мне, пожалуйста, что такое компенсация нерационально использованных денежных средств? Ну, так как он их истратил, он скрыл все наличие... Без вашего согласия? Да, без моего согласия. Таким образом, он просто скрыл наличие денежных средств. Он вложил их в имущество, которое зарегистрировал на своих родственников. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о заключении брака и выписку с банковского счета о движении денежных средств по счетам. Оставайтесь на месте. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, что касается развода, то как бы я... Тут у меня нет возражений. А что касается денег и имущества, то я не согласен с такой постановкой вопроса. Начнем с того, что моя супруга почему-то забыла упомянуть реально совместно нажитое имущество. Это автомобиль «девятка» и земельный участок в Осташкове. «Девятка» стоит около 100 тысяч рублей. Участок около 160 тысяч рублей. Деньги небольшие, но на дороге тоже они не валяются. Я, в принципе, все это записано на нее. Я, как благородный человек, решил ей все это оставить. Как можно поделить то, чего нет? Деньги все потрачены. И потрачены они абсолютно рационально. Потому что я потерял свои в долг эти деньги. У меня имеется долговая расписка. Поэтому истец и просит компенсацию, прекрасно понимая, что их нет физически. Истец проконсультировался с адвокатом. Сделал абсолютно правильно. В этой ситуации есть выписка о движении денежных средств на банковском счете. Дело в том, что когда у меня умер отец, я вступил в права наследования один. Ну, мама посчитала, что так будет лучше. И я унаследовал квартиру двухкомнатную. После этого я ее продал и все деньги вложил в бизнес. И как бы вот этот бизнес и, соответственно, и дал те результаты. А к ней это абсолютно никакого отношения не имеет. Потом у меня еще был брат. Он был на тот момент несовершеннолетний. Потом он вступил, когда он достиг совершеннолетнего возраста, он заявил иск. Он посчитал, что права его нарушены. И он заявил иск в суд о восстановлении срока вступления в наследство. И ему суд и удовлетворил его иск. И решением суда было присуждено, чтобы я компенсировал ему половину этой квартиры, которую я унаследовал. И я в качестве компенсации, в качестве мирового соглашения, ему квартиру купил небольшую, однокомнатную. Поэтому это деньги все совершают от наследства. Даже если поверить, что у тебя какие-то долги перед родственниками. Почему на мои деньги ты купил эту квартиру, на наши деньги, почему ты им купил квартиру? Нет, вы не слушаете. Это относится к наследству. Никакого отношения к этому это не имеет. Нет, ответчик, от того, что вы считаете, что вы застраховали денежные средства таким образом, что ваш брат долго-долго достигал совершеннолетия, достиг, вдруг он прозрел, что его права были нарушены, потому что ваша мама, как законный представитель, отказалась от его доли наследствия, восстановили срок, и вы в качестве компенсации. Все было бы хорошо. До ваших слов мы заключили мировое соглашение. От чего я могу предположительно сделать вывод, что это был такой, знаете, судебный процесс между родственниками. Но вы не слышите истицу, которая говорит, что почему ваши долговые взаимоотношения с родственниками касаются ее? Как это, почему это касается? Все средства зарабатывались на бизнес, который был приобретен по наследованной квартире. Если бы не было квартиры, то не было бы никаких денег, не было бы никаких нервов. Я претендую на деньги, которые были накоплены нами. Подождите, истица, все понятно, что вы требуете. Истица не требует раздела ваших долей и акций в бизнесе, который вам принадлежит, как совместно наштого имущества. Ну, еще не хватало этого, как бы. В каком смысле? Ну, это может быть как реальность. Потому что я тебя поддерживала, я тебя стирала, готовила, собирала тебя на работу. Стирала стиральные машины. И шил ты в моей квартире, между прочим. Так, отвечу, давайте ваши документы и решения суда по поводу компенсации в покупке квартиры. У вас бизнес, вы единственный дольщик? Да, все документы. Нет, нет, вы дольщик единственный? Да. Ну, подумайте. Нет, не будем еще одно мировое соглашение заключать, нет? Тогда я прошу учесть и участок, и автомобиль. Да, безусловно, да, конечно. Истец, ответчикам заявлены встречные исковые требования, также о разделе совместно наштого имущества, транспортного средства, земельного участка. Вы не возражаете против такого? Нет. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Дело в том, что девочка проживает в России, и вот русские традиции... Я вам делаю замечание, потому что считаю, что то, что вы сейчас говорите, недопустимо. Женщина вправе устраивать свою судьбу так, как ей хочется. Главное, чтобы это не вредило ее детям. Если ребенка не пускают в школу и заставляют носить паранжу, органы опеки начинают бить тревогу. Масочи, ну а что, если он все лень, пока его, вы понимаете... Вот тогда шпинка, и он так и будет сидеть. Истец, вы уже брак расторвали три года тому назад. Вы забываете все время об этом. В хороших руках любой мужик становится человеком. Это аксиома настоящего времени. И если вы считали своего мужа недотепой, то это вовсе не значит, что под влиянием новой женщины он не проявит себя с совершенно другой стороны. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также позицию ответчика, высказанную в данном судебном заседании, рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в судебном заседании и рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования истца удовлетворяют в полном объеме, заявленные встречные исковые требования ответчика также удовлетворяются в полном объеме. Суд выносит решение о расторжении брака супругов и о взыскании с ответчика в пользу истицы половину израсходованных денежных средств. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга на расторжении брака согласны. Суд взыскивает в супруга-ответчика половину из расходованных им денежных средств, потому что доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности являются общим имуществом супруга, независимо от того, на имя кого из супругов они были внесены в виде долей или акций, а равно денежные средства, которые были извлечены от предпринимательской деятельности и внесены на банковский счет. В соответствии с правилами части 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов. В данном случае ответчик единолично, без согласия жены, распорядился семейными денежными средствами, поэтому он обязан вернуть супруге ее супружескую долю. В данной ситуации наличие каких-либо долговых отношений между ответчиком и его матерью, либо ответчиком и его братом, не освобождает ответчик от обязанности компенсировать иститься ее супружескую долю. В данной ситуации любое исполнение долговых обязательств по общему правилу принадлежит только за счет имущества, которое принадлежит единолично должнику. И данное выполнение долговых обязательств не может распространяться на супружескую долю супруга, которая состоит с должником в официально зарегистрированном браке. Поэтому все обязательства, на которые вы ссылались, на долговые обязательства с вашей мамой, которую вы покрыли за счет приобретения в ее пользу машины, заключение мирового соглашения для приобретения в виде компенсации за долю наследствия однокомнатной квартиры в пользу вашего брата могли исполняться только за счет лично вам принадлежащего имущества. То есть мы с вами должны 5 миллионов 920 вы, вернее, должны были поделить напополам, его за счет вашей половины и исполнять все долговые обязательства. Если вы обратили внимание, то люди, когда у них возникают долговые обязательства, даже специально в суде, без расторжения брака, например, специально требуют выделения супружеской доли для того, чтобы оградить своих супругов от обращения взыскания на их супружескую долю. Вы сделали ровно наоборот. Но в данной ситуации правила общие. Например, вы можете исполнять ваши долговые обязательства только за счет лично вам принадлежащего имущества. И гипотетически, неким образом, когда говорится о том, что имущество принадлежит супругам в равных долях, если не заключен брачный договор, нам это кажется таким, знаете, расплывчатым. И почему-то, как правило, в виде деления ложек, да, там, сковородок, там, люстр, холодильников. А на самом деле это очень прагматичная вещь. Денежный вклад, общее имущество супругов, либо заключайте брачный договор, который бы устанавливал другой режим. А раз это банковский счет, даже открытый на ваше имя, и туда зачисляются в качестве дивидендов от предпринимательской деятельности общее имущество супругов, а ваши долговые обязательства только половину от этого банковского счета. Вы не можете ваши обязательства исполнить за счет супружеской доли. Поэтому вы обязаны компенсировать истиции ее супружескую долю с момента открытия банковского счета до момента просторжения брака. 5 миллионов 920 напополам делим. Вот эту сумму вы обязаны истиции компенсировать. Суд также удовлетворил встречные исковые требования. Одна вторая доля ВАЗ-099, одна вторая доля земельного участка ответчику и истиции. Суд догласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Основной и встречной иски удовлетворить. Время выплаты у нас не определено, так что будет получать по 500 рублей в месяц. Запарится. Все правильно, все пополам. Потом уж хотел все скрыть. Не выйдет. А теперь вернемся в зал суда. Истец Наталья Рыжикова. Домохозяйка. Разведена. Недавно встретила хорошего мужчину. Не может договориться с бывшим мужем о местожительстве ребенка. Ответчик Анатолий Рыжиков. Инженер. Хочет, чтобы дочь жила с ним. Развелись мы с мужем 3 года назад. Дочь осталась проживать со мной. По нашей устной совместной договоренности. В течение 3 лет муж не уделял внимания ребенку. Не воспитывал. Присылал алименты крошечные на сберкнижку. Я одна воспитывала дочь. Как только я встретила мужчину, с которым стали мы совместно проживать, который хорошо относится ко мне, к моей дочери. Сразу у него возникли вопросы. И он стал проявлять внимание к ребенку. Постоянно стал к ней приезжать. И вот в этот вот выходной он забрал ее от бабушки. Выкрал ее. Теперь он ее определил в школу возле своего дома. Ходит ее утром, отводит и забирает из школы. Охране запретил меня пропускать. Я не могу увидеться с дочерью. Так, будьте добры, пожалуйста. Свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака и документы на квартиру через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, ответчик, поясните суду, прежде чем вы начнете свое выступление, на каких основаниях вы без разрешения мамы забрали ребенка из... Вы сказали, у бабушки, да? У бабушки забрал. Когда последний раз я навещал дочь по месту жительства моей бывшей жены, я увидел следующую картину. До этого я не знал же, с кем она живет. А здесь выяснилось, живет она с мусульманином. У него есть одна официальная жена. Плюс еще проживает женщина на правах любовницы. И моя бывшая жена на правах второй любовницы. Наш закон не позволяет иметь много жен, но вот там такая ситуация. Но вы же сами говорите, на правах любовницы. Да, живут они в одном доме, там с соломенной крышей. Ну, дом, правда, ничего так. Не с соломенной крышей. Но дело все в том, что там еще проживает пять детей от других сожительниц ее мужа гражданского. Ей там хорошо, дочке там хорошо, она дружит с детьми. То есть вы, простите, простите, то есть вы не отрицаете того, что сейчас утверждает отмечник? Ну, мы сейчас еще не расписались с моим... То есть ваш сожитель в настоящее время состоит в другом официальном браке. И вы проживаете в одной квартире. Я правильно поняла, да? В одной квартире. Как с его официальной супругой, так и вы проживаете. Там еще третья женщина живет? Да, там еще живет третья женщина. Но мы строим дом большой. И что? Для всех. Чтобы все... Где будет комната моей дочери. И все втроем туда, женщины, переедут все втроем? Да, как мусульманская семья. Как что? Мусульманская семья. Как мусульманская семья. Которая разрешается по Корану четверо... Четыре жены. Нет, простите, пожалуйста. Ваш супруг гражданин Российской Федерации? Нет, у него штамп не стоит, гражданство. Ну, он проживает на территории Российской Федерации? Он здесь работает. У него хороший здесь бизнес. Понятно. Ну, а ваш супруг вообще знает, что, ну, там, предположим, он гражданин другого государства, где разрешено несколько браков? Я это допускаю. Есть государства, где официально это разрешено, как с точки зрения светской, так и духовной. Но просто для нашей территории, где он работает, имеет существенное значение один официально зарегистрированный брак, потому что это порождает потом за собой очень много вопросов. Наследование, например, и так далее, и так далее. Ну, в данном случае, я думаю, что он просто сейчас еще не расторг тот брак, и впоследствии может жениться. Ваши встречные исковые требования об определении места жительства ребенка с вами? Да, об определении места жительства. Я прошу определить место жительства у меня. Это та обстановка, в которой в настоящее время девочка пребывает, а именно в том, что до ее сведения доводят, что у сожителя мамы может быть еще несколько жен, и что дети рассматриваются между всеми, как общие дети, воспитанием которых надо заниматься. Вы считаете, что это существенным образом влияет на развитие ребенка? Да, я так считаю, потому что этим практически нивелируется институт семьи наш. Почему? Потому что девочка там занимается, ну, я, конечно, понимаю, может быть, это и хорошо, лепят лепешки, пекут о них, изучают Коран. Наша дочь тебя ничего не видела. Пронжу там примеряют уже, как одевать, потому что забрал я, когда ее от бабушки забрал. Она ходила в комнатках-халате и в пенджабе, извините, но это не в наших традициях. И к бабушке она была привезена, ну, как сказала мне потом жена бывшая, на каникулы. Но каникулы уже кончились, неделю как? А дочка оставалась там. Хорошо, простите, пожалуйста, я тогда по-другому сейчас сформулирую вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы, например, вы проживали на той территории, а это достаточно большая территория Российской Федерации, где принято женщинам носить пиджаб, что бы вы сделали? Ну, вот вы приезжаете со своей женой по работе, там все женщины носят платки. Но это не наша культура. Нет, ошибаетесь. В нашей стране многонациональной и многоконфессиальной людей, которые исповедуют ислам, очень много. Поэтому говорить о том, что это не наша культура, вы не можете. Это точно такая же наша культура, как вся остальная. И бурятская, и удмуртская, это все наша культура. Ну и что еще меня подвигло на такой поступок? То, что по мнению соседей, которые слышали об этом, жена, моя бывшая, хочет другое имя дочери дать. Ее зовут Ярослава, она хочет дать ей мусульманское имя. Но здесь еще одно интересное. Больше муж не заботится о дочери. А? Не заботится о дочери так, как заботится сейчас мужчина, с которым я проживаю. Вот это немножечко ответчик меня, понимаете, в вашем выступлении аргументы как-то, в общем, я бы сказала так, не очень набор аргументов. Потому что ребенок ухожен, ребенок посещал школу. А я занималась на дому с ней. Я занималась на дому. У нее табель успеваемости есть. Почему вы решили, что ребенок должна дома заниматься? Ну, у нас это не запрещается. Нет, 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 пожалуйста. У нее хорошая, она хорошо успевает. Нет, а почему нельзя сходить в школу к своим сверстникам? Ну, потому что... Возможно, потому что я дома с ней нахожусь, мне домашнее хозяйство надо. Ну, вы же не учитель. Ну, у нее хорошая успеваемость, я ей доношу так, как... Простите, пожалуйста, все дети в вашей семье не посещают школу? Все, все на домашнем обучении. Будьте добры, пожалуйста, давайте органы опеки, говорите. Ваша честь, ситуация немножко неординарная, конечно. Исходя из морально-этической точки зрения, мы считаем, что девочка должна остаться с отцом. Так как у отца исконно русское воспитание, и это воспитание он может дать своей дочери. Какое воспитание? Русское. Я такого не знаю. Я такого не знаю. Я считаю, что недопустимо, когда представитель государственного органа в зале судебного заседания в качестве аргумента выдвигает русское воспитание. Простите меня, пожалуйста, а в Казани представитель органов опеки и попечительства должен что говорить? Что ответчик хороший, потому что у него истинно татарское воспитание? Дело в том, что девочка проживает в России, и вот русские традиции ей близки. Я вам делаю замечание, потому что считаю, что то, что вы сейчас говорите, недопустимо. Мало этого, я на ваше место работы направлю частное определение о привлечении вас к дисциплинарной ответственности. Вы плохо знаете нашу конституцию. Еще раз повторяюсь, у нас многонациональная страна. Да, мы неплохо живем. Она все умеет делать. Она в нашей семье все умеет делать. Ей у нас хорошо. А для вас, я считаю, недопустимым, когда вы, недопустимым, когда вы без согласия с отцом ребенка, обратите внимание, я даже не говорю с бывшим мужем, я говорю с отцом ребенка, не посоветовавшись с ним, принимаете два очень важных решения. Первое, о том, что ваш ребенок не посещает школу, это было сделано без согласия ответчика, и пункт номер второй, вы самостоятельно принимаете решение о том, какие религиозные убеждения будет исповедовать ваш ребенок. Также без согласия вашего отца. Я тоже считаю, что это недопустимо. Я пробовала с ним договориться, они не... Договариваетесь. Не разрешили мне видеться с дочерью. Договариваетесь, но ваша точка зрения не является единственной точкой зрения, правильной. Я прошу определить место жительства. Дочери со мной прошу определить место жительства. Нет, 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 я это поняла. Вы просили свидетелей опросить несовершеннолетнего ребенка? Да, дочь здесь, она с мамой там находится. Уверены? Уверен, да. Хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего свидетеля. Спасибо. Здравствуйте, я Рыжкова Ярослава. Мне, конечно, хорошо жить и с мамой, и с папой. Но у мамы повеселее. Там тетя Емиля, тетя Гуля. Там ребята практически моего возраста. Тетя Гуля и тетя Емиля с нами занимаются каждый день. Мы лепим горшки, лепим соленого теста, печем торт. У папы, конечно, немного поскушнее. У него новая жена, у нее маленькие детки. Я, конечно, кашу могу приготовить, поменять подгузник, но у мамы веселее. Она заставляет ее работать на них. Я не согласен, Ваша честь. Моя теперешняя жена не заставляет никого работать, она с ней хорошая. Простите, вы не соглашаетесь с ребенком? Я не соглашаюсь с женой, что заставляет работать. Так, скажите мне, пожалуйста, а вот вам хочется в школу вернуться? Ну, какой-то, конечно, с одной стороны хочется, но с другой, с мамой занимаешься, она тебе все подробно объяснит, а учитель, он может и промолчать в какое-то время. Угу. Какие у тебя отношения с новой женой? Папины, расскажи мне, пожалуйста. Ну, у нас хорошо. Мы с ней тоже разговариваем. Ну, там скучно вот из-за того, что маленькие дети. С ними не поиграешь, не поразговариваешь. Конечно, можно поиграть, но... Понятно, спасибо большое. Так, суд удаляется о принятии решения. Далее в программе. Ваша честь, ну а что, если он тюлень, пока ему... Понимаете? Вот тогда шпинка! Он так и будет сидеть! Истец, вы уже брак раз, 20-3 года тому назад. Вы забываете все время об этом. Чтобы еще такого взять с мужа, чтобы ему жизнь медом не казалась, думают многие жены при разводе. И обирают супругов до нитки. Но потом все равно кусают локти. Ведь взять-то можно было в два раза больше. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив представителей органов опеки и попечительства, а также опросив несовершеннолетнего свидетеля, рассмотрев представленные документы, первоначальный иск удовлетворяет и выносит решение о возврате ребенка и определяет место жительства несовершеннолетней девочки по месту жительства матери. В удовлетворении встречного искового требования суд отказывает. Суд определяет место жительства малолетней дочери с матерью, потому что в настоящее время суд считает, что мама в достаточной степени нормально и добросовестно справляется с воспитанием ребенка. Суд хотел, однако, обратить внимание на следующее обстоятельство, что вам при воспитании вашей девочки необходимо учитывать этническое происхождение ребенка, принадлежность ребенка к определенной православной религии и культурой русского народа. Исходя из этого, вам необходимо только исключительно по согласию с отцом ребенка принимать решение по ее дальнейшему воспитанию и определению ее религиозных убеждений. Суд также считает необходимым обратиться к органу опеки и попечительства для проведения соответствующей проверки и принятия решений о направлении ребенка в обучение в общеобразовательную школу, а именно изменение системы обучения из домашнего на общеобразовательное учебное заведение. Суд хотел бы обратить внимание ответчика на следующее, что, исходя из принятия решения, суд не ориентировался на ваше имущественное положение, поскольку оно у вас примерно одинаково. Достаточно благоприятные жилищные условия с одной и с другой стороны. Однако суд считает, что в настоящее время возраст, в котором пребывает у нас ребенок, 10 лет, он относится к тому возрасту, когда девочке требуется, безусловно, в большей степени материнская забота и внимание. Каких-либо аргументов в том, чтобы мама не занималась воспитанием ребенка, потому что она не ухаживала за ребенком, чтобы она не соблюдала определенные интересы ребенка, в данное судебное заседание представлено не было. Та ситуация, при которой вы повторно вступили в брак, и у вас есть несколько своих, как я понимаю, детей очень маленького возраста, и позволяет все-таки мне сделать вывод, что обстановка в вашей семье, ну, как у нас и сказала ваша дочь, ну, так, она скромно сказала, скучновато, я бы, наверное, ее определила для ребенка как тяжеловатую обстановку. Я не имею в виду с точки зрения психологического климата, я имею в виду с точки зрения, когда бывает в семье двое маленьких детей. Поэтому пока суд считает необходимым определить место жительства ребенка по месту жительства матери. Еще раз обращаю внимание мамы на то, что у нас на территории Российской Федерации церковь, любая конфессия отделена от светского государства. И поэтому, пребывая в этом светском государстве, вы обязаны исполнять не только законы этого светского государства, но и те обычаи, которые сложились на территории этого государства. И поскольку ребенок родился преимущественно, простите, ребенок родился на территории преимущественно русского говорящей и преимущество исповедующей православную религию, вы на свое собственное усмотрение не можете навязывать ребенку свои собственные взгляды, а также свои религиозные убеждения. Это может происходить только по согласованию между даже раздельно проживающими родителями. В отношении представителей органов опеки и попечительства суд считает необходимым обратиться в вашу организацию для принятия решений о привлечении вас к дисциплинарной ответственности, потому что суд еще раз подчеркивает, те аргументы, с которыми вы как представитель государства пришли в судебное заседание, являются не просто недолжными и негодными, а суд считает, что они являются оскорбительными для нашего государства, которое представляет из себя федерацию и которое является вековым укладом многих культур и многих народов. Поэтому суд считает, что вы не имели права делать те заявления, которые были сделаны вами в данном судебном заседании и будет ставить вопрос о привлечении вас к дисциплинарной ответственности вплоть до вашего увольнения. Естественный ответчик, суд огласил свое решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. Основной иск удовлетворить, во встречном иске отказать. Не важно, какую веру исповедует мой муж, важно, что он заботится обо мне и моей дочери. Я рада, что дочь останется проживать со мной. Я еще раз пойду в суд и докажу, что я дам дочери лучшее воспитание, чем ее мать. А теперь вернемся в зал суда. Истец Эвелина Дубровская живет в Туле. Имеет свою торговую точку на продуктовом рынке. Считает, что муж мало помогает их общей дочери. Ответчик Михаил Дубровский – компьютерный гений. Благодаря введенным новым разработкам недавно разбогател. Считает, что достаточно обеспечивает дочь. Ваша честь, мы с мужем разошлись три года назад. На тот момент нашей дочери было почти 14 лет. Сейчас ей почти 17 лет. Я на алименты не подавала, потому что на тот момент муж у меня уволился с работы. Когда ему предложили работать в Белоруссии, я тоже не стала подавать на алименты, потому что я не знала, устроится он там, не устроится. И вообще это другое государство. Когда он обещал нам и так деньгами помогать, когда дочка закончила 9 классов, я помогла ей поступить в колледж. Это новые затраты. Учеба сейчас очень дорого стоит. Я обратилась за помощью к мужу, чтобы он помог мне с деньгами. Я звонила ему на сотовый телефон, он не отвечал. Я писала ему письма на электронную почту. Ни ответа, ни привета. А тут наши общие знакомые сказали, что он приехал на шикарной машине с новой женой и хочет в Туле покупать трехкомнатную квартиру. Ваша честь, я вас очень прошу, чтобы взыскали с него алименты за прошедшие 3 года, вплоть до совершеннолетия нашей дочери. Исходя из денежной суммы 10 тысяч рублей в месяц, это получается, я посчитала, 360 тысяч в год. Пусть он нам эти деньги отдает. То есть вы фактически просите взыскать задолженность, как вы говорите. Задолженность, да. А скажите, пожалуйста, истец, а вот эти 10 тысяч рублей, вы как на них вышли? Так у него фиксированный заработок-то есть. Так, будьте добры, пожалуйста, у меня свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении. И вот то, что я на электронную почту ему писала, у меня все есть. Так, отвечик, скажите, пожалуйста, вы знаете об обязанности родителей материально содержать своих детей? Скажите, пожалуйста, почему вы в течение этих трех лет материально не обеспечивали вашего ребенка? Значит, ваша честь, моя дорожайшая экс-супруга упустила из виду одно маленькое, но очень существенное обстоятельство. Что в счет алиментов до совершеннолетия нашей дочки я оставил ей квартиру, которая была приобретена нами в браке. Ну, друг для друга написали просто рукописные соглашения вот об этом же, о том, что супруга не имеет, Лина, преимущественных претензий, и она не... Имею, имею я претензии. Тогда их не было. Вот оно, это соглашение. А что это соглашение? Оно не нотариусом, ничем не заверено. Вот, к сожалению, мы не заверили. Мы это написали так для себя, вроде, ну, для, что называется, очистки совести, наверное, как итог всех наших разногласий. Поэтому, да, мы друг за другом написали, так сказать, вот у каждого осталось по экземплярчику. Мы не стали заверять, поскольку не знали, надо ли это заверять, что всплывет, это вообще нужда в этом, что нужно. Ну, вот оказалось, что всплыла, ну, что делать? Если бы ты помогал бы, то все бы нормально было. Так вот, Ваша честь, я помогал. Вот это вот не надо. Значит, насчет того, что я не отвечал на звонки, я не смотрел почту. Во-первых, в Беларуси у меня был другой телефон. Поэтому звонить и слышать, что телефон отключен, я не знаю, какой смысл. А что касается почты электронной. Значит, я регулярно общался с дочкой. И по телефону, и по скайпу, по интернету мы с ней общались. Я периодически дочке деньги на карточку клал, переводил, и на телефон ей оплачивал. То есть, эта помощь такая была. А то, что я не читал письма Ленина, так, знаете, она меня уже так достала своей скандалами за полгода до этого. Да ты просто уклонялся, чтобы не платить дочери деньги. Что ничего нового из ее эпистолу этих я бы узнать просто не мог. Я и так знал все, что дома делается из разговоров с дочерью. Какие проблемы, какие что. То есть, еще читать ее послание мне было просто. Ваша честь, он просто, скорее всего, он уклонялся от этого. Он не хотел выплачивать деньги. Простите, естественно, ваша дочь общалась с ответчиком? Да, она общалась. Вы знали об этом? Но она мне насчет этого ничего не говорила. То, что он ей там деньгами помогал. Так что тогда в течение именно трех лет не подавали иск о взыскании алиментов? Можете мне рассказать? Ваша честь, потому что я его не могла, понимаете, найти. И сейчас вот он приехал, естественно, меня, ну как это, я еле концы с концами сводила. Правильно? А он приехал сейчас, собирается трехкомнатную квартиру покупать. Истец, скажите, пожалуйста, ну хорошо, собирается от вечера трехкомнатную квартиру покупать. Или все-таки три года вы подождали для того, чтобы не было возможности за пределами срока исковой давности поделить квартиру? Вы же сами сказали, что то, что вы написали, ну так, ну написали. Ваша честь, вы знаете, я бы, может быть, и не подавала бы на алименты. Потому что он оставил квартиру, свою часть оставил. Но меня просто, понимаете, просто взволновал. Ну как это? Он, получается, квартиру хочет купить, дочери не помогает. Ну как это так может быть? Так, понятно. Так, вы просили свидетелей с вашей стороны, ответчик, да? Если есть необходимость, пригласите мою дочь. Нет, это вы вызвали свидетелей, это вы испытываете необходимость, а не я. Вызывать вашего свидетеля? Да, прошу пригласить. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Здравствуйте, я Дубровская Мария Михайловна. Лично мне вообще непонятно, для кого мама просит алименты. Я уже несколько месяцев живу у своего молодого человека. То есть я с нее копейки брать вообще не собираюсь. Лично мне папа помогает. Маша, что ты живешь у своего? Ты только ночуешь там, а ты приходишь домой, я тебя кормлю. Я тебя кормлю, я тебя кормлю, отрываю. А это все затраты. Ну что, мне вообще теперь дома не появляться? Ты об этом что ли мечтаешь? Папа мне вот буквально, он меня всегда поддерживал, пока мы три года не виделись. Буквально вчера дал пять тысяч. То есть в принципе, лично мне он помогает, а мама хочет для себя деньги. Он тебя задобрил, он тебя задобрил, дал пять тысяч, чтобы ты против меня пошла в суде. Я для кого стараюсь, а Маша? Так помогает он, все нормально. Просто она его вечно, пока мы жили, гнобила, за человека не считала. Как бензопила, всегда ему, иди там куда-то работать, хотела из него торгаша сделать. А он у меня компьютерами занимается, и достаточно талантливый. Маша честь, ну а что если он тюлень, пока ему, вы понимаете, не дашь венка. Истец, вы уже брак расторгли три года тому назад, вы забываете все время об этом. Истец, вы как-то все время говорите с ответчиком, как будто он вам что-то сильно должен. Понимаете, не жениться, не покупать квартиру, не покупать машину, не общаться с дочерью. Истец, ну пусть он и о дочери не забывает. Да ты его допиналась. Истец, истец, простите, пожалуйста, это ваша дочь? Дочь ваша? Моя и его дочь? Да, ваша дочь пришла в суд и говорит, мне папа все это время помогал. Или я ослышалась? Не знаю, она мне насчет этого ничего не говорила. Ничего не говорила. То, что только пять тысяч дал ей. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив несовершеннолетнего свидетеля со стороны ответчика и рассмотрев все представленные документы, иск о взыскании алиментов, суд удовлетворяет частично. Суд взыскивает с ответчиков в пользу истицы на содержание несовершеннолетней дочери алименты в размере одной четверти заработка или иного дохода ежемесячно до достижения дочери совершеннолетия. В данной ситуации алименты взыскиваются с момента обращения истицы в суд. Суд не удовлетворяет требования истицы о взыскании алиментов за трехлетний период до момента обращения в суд, потому что алименты за данный период могут быть взысканы судом только в виде исключений и в случае, когда устанавливается, что лицо сознательно уклонялось от уплаты алиментов в соответствии с правилами части 2 статьи 107 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае суд учитывает, что истица не обращалась ранее в суд с иском о взыскании алиментов, не подавала в отдел внутренних дел заявление о розыске отца дочери для установления его местонахождения, а также то обстоятельство, что совместно нажитое имущество супругов осталось в распоряжении истицы. Поэтому алименты в суд взыскивают с момента обращения истицы в суд, то есть с момента оглашения решения. Дочь при наличии у нее личной жизни в настоящее время находится на иждивении матери, которая ее материально обессмечивает, покупает ей одежду, еду, оплачивает ее долю жилья и коммунальных услуг, а также несет все остальные расходы на содержание дочери. Поэтому алиментные обязательства отца по отношению к дочери сохраняются. И по этому основанию суд взыскивает алименты в размере одной четверти заработка или иного другого дохода до достижения вашей дочери совершеннолетия. В данной ситуации суд хотел бы разъяснить также ответчику, что в соответствии с правилами части первой статьи 116 Семейного кодекса Российской Федерации алиментные обязательства, алиментные денежные обязательства не могут быть зачтены другими встречными требованиями. Это относительно того тех бумажек, которые вы написали. Это понятно вам? Понятно. Истицы ответчик, суд огласил свое решение, то есть оснований для взыскания задолженности у меня нет, надо было обращаться в суд. После расторжения брака, если вы испытывали материальные трудности, и тогда бы уже разыскивали ответчика, или вы носили заочное решение, и до момента его объявления государство вам поплатило соответствующие алименты. А сейчас основания есть у суда только взыскать с момента вашего обращения, то есть с текущего момента, до достижения девочки совершеннолетия. Истицы ответчик, суд огласил свое решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Как это я вот такого мужика просмотрела? А теперь вот с алиментами разбирайся. Ну что ж, впредь мне наука, что не надо доверять никаким кухонным между собойчикам, а уж если записали соглашение даже вот на кухне, то вообще полезно его заверить. У нотариуса, чтобы потом не возникало вот таких вопросов и проблем. Редактор субтитров А.Семкин